Так, всем привет! С вами снова я, Зазепа. И это, короче, такой обзорчик на японский прем 6 уровня Heavy Tank. Ну, похож он, конечно же, на Тигра, но это японец. На, поехали в бой. Я думаю, ТТХ вы сами можете прочитать. Я не думаю, что имеет смысл их зачитывать, потому что это будет долго, скучно и неинтересно. Посмотрим просто, как танчик себя ведет в бою. Что он себе представляет, куда он попадает. А, кстати, готов сразу вас предупредить, может огорчить. Попадает он редко в топ. Попадает он в основном к семеркам, к восьмеркам даже иногда. Ну, как повезет, да. В принципе, в принципе, насчет его орудия, могу сказать, что пробои сколько там... Давай, открывайся. Ну, голды 171, ОББ 132. Там по 220 дамажит. Ну, в принципе, стабильно, как для 6 уровня. Что еще хотел сказать. Недавно была новость, что хотели сделать всем танкам плюс один, минус один уровень. Не знаю, кто-то говорит, что это утка, кто-то говорит, что это правда, но... Посмотрим, как будет. Ну, да, только на приставках у нас плюс один, минус один уровень. Как это будет у нас на компах, еще не знаем. Ну, как нам всем известно, на приставках люди больше стараются. Американцы там делают. В принципе, качественно делают. Не то, что там... Наши минские коллеги, так скажем, делают просто вот... Чтобы денег заработать побольше, чтобы поработать там как-то над качеством. Не, это не нужно, они считают. Все нормально. У нас здесь особенный геймплей. У нас здесь все отлично. Прям танки, которые там покупают люди за деньги, это да, лучше проще акцию вести, там плюс 2500 голды. И, кстати, это только на ру-сервере, на европейском сервере такого нет. То есть, когда покупаешь этого тигра, ну, японского, японского, шестого уровня прямо, то дается на ру-сервере 2500 голды, по-моему, дается, а вот на европейском сервере такого нет. Это вот как-то вот меня смущает немного. Что-то мне как-то обстановка не очень нравится, один флэ только туда поехал. Ну, я за ним не поеду, я сливаться что-то не очень хочу, а вдруг туда эти попрут на флэхах. А, они все справа. Внутри там точно стабильно. Я не знаю, как они их там продавят, не продают, там еще ИС, КВ-2, КВ-13 еще сбоку пришел. Ну, там, короче, я бы сказал бы так, жар полыхает посреди боя. Давайте поедем, может, с горощей там, где ИС, и поможем. Хоть как-то, может, пока В-13 мы попадем. Ай, блин, там же как-то вроде как переделывали там камушек. Ну, посмотрим, что будет. В любом случае, ФВ-201 сейчас в помощи не нуждается. Если что, ему может даже и октапа может прикроет. Хотя, вы знаете нашу акту, она и все равно. Он там видит цель, она свелась, там, его надо пострелять. Как интересно. Ну, давай-ка, В-13. Ну, пойму, там, кого-то не рвут. Кстати, в качестве бонуса, ждите, в следующем видео, наверное, сделаю свое, так сказать, мнение. Ну, похоже на это видео, чисто покатаю, там, особенно ТТХ тоже читать не буду. На ФВ этой, которая там, акционная. Так, или четверочка. Да, снаряд не долетел, раньше добили. Ну, как обычно, короче. Знаете, так смачно вошел бы. Я тузу. Я тузу. Экипаж, кстати, на нем у меня еще пока не очень такой, знаете, хороший. Даже 100% нету. Ну, КВ-2 пробили, нормально. Ну, я думаю, с течением времени, если так почаще играть на там танчики, то, может, что-то хорошее выйдет. А, еще хотел бы сказать, это, вот, по-моему, это личные мои заметки. Танчик, он больше, по-моему, для укрепов, нежели для рандома, потому что там нужны шестые уровни. Ну, кто играет, тому подойдет, вот, знаете, вот, играть, допустим, от той же самой обороны, это было бы хорошо на этом танке. Я тут вижу, они тут сами без меня справляются. Смотрите, у них, кстати, вот только сейчас заметил, одна ФВ просто банально утопилась. Ну, это... Ну, это хорошо, да, да, конечно, это хорошо, это нам победу принесет. Я так надеюсь, это мне отобьются. Давайте поедем все-таки в атаку. Что там тут стоять? Все равно там уже никто не вылезет. Кинули пару плюх и нормально. Ну, что ж вы хотели, это ж не СТ, не легкий танк, это должно быть прямо на передовой там светить. Этот танчик у него вот такой, знаете, особенный гейплей, да, как говорили вододелы. В чем-то хорошее, в чем-то плохое. Пока, вы знаете, вот, не распробуешь полностью, что-то говорить определенное там, что танк вот полное там говно, я бы сказал бы. Сложно. Он хорош в определенных вот моментах, я уже говорил там на... Ну, не на какая, а там на укрепах, где нужны шестерки. В городе, допустим, тоже сам этот танчик просто незаменим. Конечно, бой получился очень прям динамичный. Простояли полубоя на горочке, по губу их кинули и поехали. Ну, всех как изнесли. Ну, сейчас, может, пока мы не успеем пострелять. Я надеюсь, так, на это... А кто одну вынесли? Надеюсь, сейчас фв их не обоняем. А здесь пойдет, значит же. И тут просто всем раздает. Давайте хотя бы 85-ю добьем. Что нам, надо же хотя бы один фраг сделать. Чтобы КПД наше так, знаете, вниз не особо падало. Клясно. Он даже попасть по нам не может. Приятель, стой, не двигайся. Ясно. Тигр. Тигр наш союзник нам помог. 880 опыта. Это двойная победа за день. Прямо у меня сейчас нету. Короче, среднестатический аккаунт. Какая-то сказочка у меня. Красивая, да? С ГК такая вот. Ну, сразу закинуло. О! Ну, хотя бы семерка. Комета у них. В принципе, вы знаете, вот... Я считаю, что вот такие бои, они и должны быть. Когда-то, знаете, вот одна семерка. Остальные там шестерки. Ну, если, допустим, ты на шестерки играешь. А, смотрите. У нас еще СУ-152 и М12. Это, короче, называется великий белорусский рандом. СУ-152 и СУ-155. Не знаю, посмотрим. В принципе, мы должны победить. Как обычно, по традиции, мы записываем три боя, потом, знаете, выносим такой вердикт, что думаем вообще о технике. Ну, лично мое мнение, вы можете свое мнение составлять сами, исходя из видимого вообще. Стоит этот танчик для покупки? Не стоит. Ну, оставим-то на потом, да? Досыграем еще немного. Постоим тут на горочке, подъехаемся немного, посмотрим, что там выскочил. Интересный такой, знаете ли. Кстати, я удивлен, где вопросы, вот, как там, как танк, я не знаю. Как любят, знаете, в рандоме. Главное, хрен этого, комета. Сейчас поближе подползем. Лишь я мог, так вот, знаете, как этот КВ-1, встать, может, в круиз попал бы. Мне вот так и надо было, но... Не судьба, это, да? Это что было, я не попал? Ну, блин, ладно, бывает. Я хожу насквозь. Ну, давай я успею. Пробили нас прямо в маску орудия. СУ-100. Только попади еще раз. Я надеюсь, мы исчезли из-за света. Я не знаю, попаду не попаду. А, ну еще, что я хотел сказать. Танчик, поскольку новенький, всем интересно его пробить. Это, вот так знаете, на начальных этапах, так любой танк, все стараются именно вас выцепить. Это тоже, как бы, может, причесть, так знаете, к минусу такому. Ну, это на первое время, и думаю, что потом это будет ясно повторяться. Знаете, что-то мне захотелось назад вот немного сводить, чтобы пробить какую-то свою жизнь. Пускай вон, клопец подсвечивает. Клопец молодец у нас. Так вот там мы выцепим кого-нибудь. Блин, мы его даже не видим. Ну, давайте по-тащимся к седьмому. Шмальню. О, да, я даже не попал по нему. Ну, да, экипажик у меня пока не актив. 150-ка решила в атаку поехать. Ну, удачи, удачи, да. Вот этих бы быстренько разбить тут, и можно было бы назад развернуться, потому что наших там сейчас прорвут в квадрате. Ну, увидите, там, где чувак помечает. На 67-ом. Вот. Не думаю, что есть смысл на него сводиться там. Надеюсь, нас СУ-100 сейчас не выцепит. По-духатскому. Так, аккуратненько. Если что, назад сразу. Малейшие опасности. Шмальнули или назад отъехали? Так. Ну, 150-ый решил там остаться он. Не дурачок, походу. А то бы СУ-100 подсветил, было бы вообще айс. Айс-крем прям. Ну, я рискую я. О, так, отлично. Сушечка. Столовиста. Бэйби. Отлично, мы ее сняли. Теперь можно помочь со 150-ом справиться. О, забыл. Ой-ой-ой. Не-не-не-не. Не-не-не. Ни в коем случае. Не-не-не-не. Не-не-не. Я хочу жить. Комет. Комет, комет, комет. Сделай мне омлет. Кометик, омлетик. Так, 3-4 не может высветить комета. Не знаю, что делать. Походу, только остается сидеть и ждать. У нас КП очень мало, а жить-то хочется, знаете, братцы. Братцы, вы мои. Ну, шара, приди. Шара не пришла. Ладно. Да. Да не, нормальный ФПС, что так, 60. Только не забывай, что у нас еще запись идет. Подходи поближе, а то тебе, может, плохо будет потом слышно на записи. Так, у нас Клоп решил немного зарашить своими 93-мя ХП. А я сейчас выцепят меня. Потный Гарри, называется, прием. Назад еле-еле успел. Так, надеюсь, нас... О, ясно, у них же еще окта есть. Не пойму, как мы слились, что-то. Как наша команда слилась? Хрен его туда пробью, конечно. Ну, по крайней мере, она в маску влетела орудие. Это, как бы... Нас и спасло. Ну, конечно, Кромвель сейчас сзади будет накидывать. Ну, ой, блин, куда... Куда вот... Куда вот летят снаряды? Да, это был такой бой, знаете ли, не очень. Такой, знаете, пром. У нас даже преимущество было. Ну, давай, М12-ый, либо топись, либо, не знаю... Либо топись, либо сводись. Сейчас еще пока он там штиерится будет где-то. Как-то. Сейчас ее тут просто банально обойдут и... Сделают бобо. Я думаю, сейчас три-четверка упадет в воду, это, знаете, как было. Какой-то шоу от Джова был там. По-моему, там Овене как-то было. Олени на колени, нет. 447. Ну, блин. Хреновастенько, да. Такой рандом, да. Не мы такие, рандом такой. О, топ. Наконец-то. Ну, кстати, тоже есть игр, да. Собрать из мой с ником Вендерер как-то там 09. Посмотрим. Посмотрим, что у нас будет в этом бою. Надеюсь, он будет победный. Ну, еще ждать 22 секунды. Ну, шо я думаю еще, можно сказать. Поедем сейчас в город. Постреляем там по тяжам. Он даже в СУ-100 рекомендует это давать и город. Ну, СУ-100 решила нам порекомендовать город. Давайте вот к СКПЕГО едет. Посмотрим, что он там сделал. Блин, почему у нас квас поехал направо. Орла решил на базе остаться. М6 решил на базе остаться. Ну, шо за... Шо за мать вашу, а? Ну-ка, давайте. Рассосались тут, быленько. Давайте, скоренько, скоренько, скоренько. Быстренько, быстренько. Им пофиг вообще. Они, короче, сюда покататься зашли. Там, не знаю, на говочке постоять там. Вашенькой покрутить. А что они тут собрались сделать? Ну, шо, СУ-100? Станешь моим щитом надежным. Какая-то будешь отъезжать? Я тебе помешаю, поэтому чуть назад еду. Вот так вот хотя бы. И четвергки там пока что-то не видно. У нас просветленка, в принципе, есть. Мы поставили. Ну, ладно, чувак. Раз ты хочешь, ты ушел. Ну, вот проблем. Что, 85-ка у нас, да? Что-то я как-то посмотрел. Думал, леопард там у вас захружить решил. Короче, поехал-то. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас обманем вас всех. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Чувак, что-то я очкую. Это еще как ну... О, СУ-100 хорош. Когда-то надхватывал тут плюх. Даже не знаю, сейчас можешь... О-о-о. Ясно, понятно. Ну, естественно же, по мне надо. Ну, так как вообще? Чувак, это что было сейчас? Не часто встретишь. Она еще не попал. Чувак, даже попасть не может. Ну, так вот я хотел. Нет, давайте назад отвалим. Он сейчас там КВ-1. Бо-бой сделает нам. Переезжает там, что-то умеет. Он с устойкой прихывает. Ну, тут танканем немножко. Совсем пищечку, знаете. Танканем. Так, вот это сейчас будет интересно. Бой, знаете, один на один. Вот как его, блин, не пробил? Он меня тут пробил даже под углом. Под прямым углом не пробил в эту... Бля, я не попал. Ладно. Ну, да, чисто меняю. Ай, приятель, да я хочу пожить. Не, мне сливаться нельзя. Я тебе выйду, прикрою, но, блин. Если я сейчас пиздюлину получу, то я просто расклеюсь. Ясно, блин, понятно. Так, потный, потный Гарри. Так, лови плюху. Теперь у нас шансы говны. Отлично, мы его забрали. Главное, что где-то мы М6. Не знаю, я что-то вот сейчас очкую. Ай-яй-яй. Так, ну, отлично. Теперь ждем его тут. А, его убили. Отличная работа со 100. Молодец, чувак, зачет. Да, конечно, вначале мы как-то немного насосали. Но потом, знаете, как-то вот дело вот в гову вот пошло. Да, вот как надо. Да, да, да. Переехать надо. Потом СУС... Ищетверк уже уничтожил. 3485, отлично. Ну, сейчас, я думаю, СУС-100 тоже забегут там на дальнем конце. Не, смотрите, она там отстреливается еще что-то там. М6 не может тут добрать. Ну, я думаю, ему поможем. Если он там не может. Ну, там, в принципе, фуллоу, этот М6. Ну, выехал, короче, чувак, танканул на себя, дамак принял. И там добрал уже СУС-100. Молодец. Хороший мальчик. Ну, что, настал момент экспертного мнения. 1418. Набили дамага. Два фрага. Ну, это, как видите, это такой, знаете, топовый вариант. 19 тысяч. Колдой я там не стрелял. Без према. Видите сами результат, в принципе, наглядно. Танчик, я считаю, хороший, но когда он в топе, вот, когда он там вот снизу, он насасывает. Танчик хороший для укрепов. Ну, что я могу сказать еще. Экипаж нужен на танчик. Тяжей, знаете, японских у нас пока нету. Пересадить неоткуда. Не выкачанный. Ну, играйте. Может вам понравится. Может и понравится. Так что, с вами был Зазепа. Лайк, подписка обязательно. Всего хорошего, удачи и пока. Спасибо.